Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами утром на рынок не попали. Ой, какой классный Дед Мороз, это в розовом, да? Он еще побольше. Мы не попали на рынок, потому что немножко погода была нелетная. А по вашим желаниям я решила поехать на рынок, потому что вы начали писать, что вам очень интересны итальянские рынки. Хорошо, а мне интересно, когда вам интересно. Это же взаимосвязь такая, да? Вот я решила заехать посмотреть на новогодние вот такие уже украшения. Вот это в данном случае я смотрю на ту салфетки у нас, что тут у нас. Ага. Это пластика. Пластика такая на стол. Вот. И вот эти вот скатерти и Деда Мороза. И написано все, скидка, скидка, оферта, оферта. Мне ничего лично не надо. Стекло, кстати, красные бокалы, стекло. Я показываю вам просто цену. Знаете, что это за магазин? Это магазин китайский. Называется Хэппи Каза. Вот я где-то найду, как он называется. Вот я ничего покупать тут не собираюсь. Мне просто не надо, потому что я те годы накупила много всего на новогодний стол. Лишь бы были гости. Вот такая, как сейчас, ситуация, что тут бы гости пришли. Мне захотелось просто посмотреть и вам показать, что приготовили китайцы, потому что это китайский магазин. Хэппи Каза. Китайский магазин. И какие новогодние украшения в этом году. Я смотрю, что очень много стола розового. Он и она, да? Такие. Такая парочка. Максим Далдарочка. Вот какие-то. Я сама смотрю вот вместе с вами. Вот это все Китай, Китай, Китай. Намного дешевле, чем в итальянских магазинах. А это вот по дверь, да, чтобы холодно. Вот чисто вот даже можно посмотреть, может быть, даже и на подарочки. Но я люблю покупать подарки такие, чтобы нравились тем, кому я их дарю, эти подарки. Чтобы они были нужные. Чтобы смотрели и говорили, ой, это же она подарила. О, какое классное. Вот такие подарки люблю делать. Сейчас пройдемся. Ну, просто вы сравните себе. Я же живу здесь, в Италии, Венесы. Вот я показываю, что Китай привез сюда. А вы сравните уже и скажете. Это какой-то... Ну, я не воспринимаю. Дед Мороз в розовом. Это как-то... Я не знаю. Ну, прикольно. Я люблю розовый такой цвет, конечно. Но Дед Мороз в розовом цвете немножко так странноватенько. Я смотрю, что помешательства на таких шарах вот розовых. Кстати, шары недорогие относительно. И можно покупать вот такие и комбинировать с более дорогими. Правда? Можно взять несколько таких вот комплектов и потом скомбинировать. Вы заметили, да, что розовое появилось? Стандартно красное, желтое, серебро, там, синие. А вот это еще много розового. Но сейчас мы посмотрим еще не только на шары. Сейчас мы на все будем смотреть с вами. Я просто сама смотрю первый раз. Вот и меховые шары. И в этом году я еще как бы... Думала, я не буду заезжать, заходить. А потом думаю, а почему нет? Итальянцы очень любят вот ставить сразу на Рождество вот такие целые сценки выставляют. Ну, так же и у нас, в принципе, да? Хотя, немножко вникая в историю, понимая, что история – это сказка в основном для нас придуманная, чтобы нам так было спокойнее жить, нас это внушают нам просто с детства. И мы думаем, что это правда. А если начинаешь вдумываться... Кстати, в наших русских сказках, ну, не только в русских, в многих сказках всех народов есть хорошие подсказки. Вот это подсказки о жизни, да. Мне кажется, что писатели даже хотели дать, как бы намекнуть на самом деле как-то. Люди, проснитесь, подумайте. Кто же это всё делал, этот мир строил? Кто тут жил? Красивый вот этот, да? Вот этот красивый. Вот такой волшебный конь. Вот такая лялечка похожая. У меня уже три года стоит дома на подоконнике. А, кстати, вот бабочки в прошлом году тоже я покупала разные. Разные мотыльки такие. Они так украшают, так красиво. И вот эти девочки тоже у меня есть разные. Может быть, уже надо начинать украшать свой дом. Вот такие меховые разные. Вот такие розовые разрисованные. Это дёшево. 6 евро 10 штучек. Это же вообще дёшево, правда? 6 евро 10 шаров. Меньше и больше шары 7 евро 6 шаров. И красивые вот эти розовые, правда? Это красивое. Да, да. Это чинский, но красивое, да? Да, да, да. Это не чинский. А что это? Италии? Да. Нет. Это пиказа. Это чинский. Я знаю, что это не. Как ты знаешь? Как ты знаешь? Я думала, что это чинский. Негоции итальяна? Ага. Вот мне женщина-итальянка сказала, что магазин это итальянский. Кэпиказа. Но вещи везут и делают китайцы. Ну, так я считаю, что мы китайские. Да, есть у меня эти лялечки. И вот эти красиво смотрятся. 6 евро 4. Они такие смехом, но они же будут сверкать, когда гирлянду включишь, правда? Тоже интересно смотрятся. Угу. Молодцы чинезы. Делают на весь мир. Классные шары по 4 евро. Вот такие вот бесцветные. Вот я несколько покупала такого плана. Они не совсем хорошо смотрятся на ёлке. Не рекомендую. Надо, чтобы был цвет ярко выражен. Вот это будет сверкать. Вот видите бабочки? У меня вот такие вот разные. Но в прошлом году не было розового. Многое. Я у меня-то есть. Я покупала, но так это было немного совсем. Я покупала и в Мизоне. Этом французском. И Каза итальянский. И тут в Хэппи Каза. Много покупала. Но что-то постоянно думала, что это Китай. Вот таких у меня много девочек. Они говорят, видишь, итальянский магазин, но китайцы делают. Мне кажется, что я была недалека от правды. Потому что производитель всё-таки Китай. Вот даже здесь уже принт такой анималитический есть. Это тоже новые шары. В прошлом году их не было. А вот эти вот обтянутся таким чулком, да? А бьются они или нет? У кого животные дома, особенно кошечка, надо быть осторожным. Раньше здесь не было охраны. Уже здесь стоит тёмный. Везде охрана – это тёмные. Тёмные, ну как вот сказать, чтобы не обидеть. Чёрные, тёмные. Ну, Африка. Африка. Вы меня поняли, да? Потому что потом будет незамечание, что я так некрасиво говорю. Ну, а как их называть? Мне не нравятся эти солдатики. Хотя прикольные. Почему не нравятся, не знаю. Тяжёлые. Тяжёлые. Керамика. Керамика, да. Ну, даже на скатерти новогодней видели. Есть такие солдатики. А они тут… А вот эти лёгкие. Это деревянные, оловянные солдатики, деревянные солдатики. Керамические. Вот так Китай приготовил. О, как красиво вот эти смотрятся. Шары. Красивый цвет. Как мои шторы. Красиво. Вот мне много такого цвета. Красиво эти смотрятся. Вот немножко вам ещё этого показала. Засняла несколько минуточек. Вот у меня ёлка с таким напылением. Более нежным, наверное. Да, это уже так. Жёстко сыпется, конечно. Вот, а венка у меня вот нет. Такого вот на дверь. Чтобы им не хочется делать там специальную дырку на эти вещи. Этот красивый, шикарный, да? Ещё несколько игрушечек. Сейчас положу его на пол, чтобы вы увидели. Этот пышный, красивый. Его можно как на стол, как на террасе, так на дверь. А вот эти коробки, я думаю, что это более такие, знаете, для украшения магазинов, правда, бутиков. Вот так вот для украшения, чтобы какое-то такое праздничество придать, правда, вот это вот. Зачем оно дома? Или у кого-то там терраса кто-то хочет украсить. Так же, как и эти. Это для украшения бутиков, я считаю. Загадывайте желание на ёлочку. А кто скажет, а почему у нас вот в Новый год как-то ассоциация с красным цветом? Вот объясните мне. Это сейчас уже начали делать такие разные цвета, игрушек. А раньше же это только красные, реально же так как-то. Почему? Объясните. Если кто-то имеет какое-то своё мнение, пожалуйста. Вот и она одета у нас, девочка, в новогодние такие цвета, да? Кстати, вот эти веточки есть и в Мейзон Димонде. А почему они здесь? Евро сорок девять, но там будет три евро. Вы же знаете, что Мейзон французский магазин, марка, да? А делают тоже все страны мира. Но вот я вот покупала вот такой цвет, нейтральный. Он и не жёлто-ярко выражен, как этот, смотрите. И не серебро. Если ты оденешь такой в серебряных тонах, оно будет серебром отдавать. Если оденешь золотых, оно будет золотом отдавать. Вот как-то я вот так хитрую. Ну, это такая подсказка, в принципе. Lifehack, говорят. Просто берите внимание, что не всегда камера передаёт точный цвет. Я хотела вам показать, почему Деды Морозы. Типа были 46, ну 45, 99. И сейчас вот типа такая вот скидка почти в два раза. Ага, тут с ёлкой и с подарком. Тут со снежинкой и мешком подарком. Угу. Понятно. Ну вот такая у нас цена на Деда Мороза. На такого Деда Мороза сантиметров 30, наверное, он. Да. 23 евро. Всем привет. Я уже принародилась. Вот такого ещё нету, да? Разве что это можно купить вот так, подурачиться с мамой. Или выйти, как в прошлом году я вышла на террасу. Говорю Мауру быстро. Он говорит, ты что нельзя? Я говорю, так быстро вышел. Говорю, взял шампанское и вышел. Я начала всем орать, всех поздравлять в итальянцах. И все тоже начали отличаться. А он сказал, ты что, ты что, ты что, Амуре? Войти в дом. Не-не-не, выходи ты тоже. Прикольно, да? Так, сколько такое шляпок? Я не знаю. 6 евро вроде бы. 5 евро. Боже. 5 евро. Такая красота. Это тоже подсказка. Тут по 10 евро. Вот у меня в ванной стоят такие, да? Вот. По 10 евро на мыло. Вот у меня 2 умывальника в ванне. У меня 2 разных стоят. 2 разные. И на щетке зубные тоже у меня вот такие стоят. По 8 евро. Эти по 10. Вот видите, да? А уже в таких марочных магазинах, то это уже 4 раза. Да, 4 раза. Хотя мне нравится и вот подрустик. Вот. Керамика подрустик. Это же надо смотреть. Вот под мрамор. Это же надо смотреть просто. Но можно выбрать. Вот можно в таких магазинах, можно выбрать тоже. Что-то где-то схитрить. Не все надо брать бренд-бренд-бренд. Скомбинировать. Главное фантазия и вкус. Вот такие подарки тоже. Одеялка для детей. И сразу же подушечка. Вот этот розовый кинешечка. Мне понравилось. Знаете, как я люблю розовый цвет. Мне понравилось. А вот Лёвушка. Бежевый. А что в сером? Распечатали. И не видно, что в сером. А вот этот коричневый. А, обезьянка. Такая серо-коричневая обезьянка. Вот и овца есть. Такие подарочные. Стоят они вот 14 евро. Мы с вами уже гуляем по магазину этому дальше. Вот такие наволочки прикольные. Такие стиль. Рустик стиль. Такой прованс. Рустик. Вот такое. Чисто итальянское. Потому что итальянцы любят так разукрашивать свою посуду. Они такую посуду яркую любят. Ну, туда не с Италии. Горячие итальянские. Говорю. Туда, на юг. Они просто все рядом на кучу так набросали. И рябит в глазах. Но я то вижу, что надо вытянуть просто. Бросить это на серый, например, диван. Или на синий. На серый. Смотрите, как красиво будет. А вот этот тоже бросить. На желтый. На красный. Вообще красиво будет. Просто что они набросали, это все кучкой. И его как бы не видно. Оно все рябит в глазах. Ой, надо уметь даже подавать товар. Понимаете? Тот же самый товар. По-другому подашь. Оформишь витрину. И реакция людей другая. Поверьте моему 20-летнему опыту работы в этой сфере. И тут леопардовые принты. Меховые разные пылесборники, подушки. Я говорю такое. У самой есть пылесборники тоже такие. Вот это тоже красивое. Узор не совпадает. Потому что Китай все-таки производитель. Но что-то нарыть, выискать можно. Так, 2 на 2,30. Кстати, большой такой плед. Моя мама любит. И большой такой плед. Вот кто любит. Классная такая рассветка. Вот только на любителей, чтобы подходила в интерьер. 22 евро такой пледик. Это мне не нравится. Это дешевит. Это рассветка. Это, соответственно, куда... Ну, вот это лучше всего. Дороже всего смотрится. Типа зебра. Оно такое бежевое. Но как на меня дороже всего смотрится. Вот это мне как-то примитивно смотрится. Вот это уже лучше. Вот. Лучше. И подбирать надо, конечно. Вот у меня в ванне вот такая вот корзина стоит. Стоит она 30 евро. Тоже написано Майзон. Но немножко неправильно. Одна буква там. Специально, потому что китайцы же делают. Видите, магазин итальянский. Но производство китайцы. Но я купила здесь, а не в Майзоне. Потому что здесь 30 евро. Качества практически одинаковые. Но в Майзоне она будет 70 евро. Понимаете, вот как я комбинирую. Такие же белые я смотрю сейчас по скидкам. Но я покупала еще два года назад, конечно. Но вот сейчас вижу, на белые что-то успеха нет такого, да? Не такие популярные или как? Мы будем выходить отсюда. Вот вам тоже покажу. Вот у меня такая голубая прямоугольная. И две другого цвета какой. И две серые, да. Вот они по 10 евро. Ну, классные. Когда я перчик запекаю, да, вот просто в духовке запекаю перчик. Потом шкурочку снимаю. Это оливковое масло, солька. И закрыла. Ну, так постояла немножко. Такой вкус классный. Вот это керамики я сохраняю. Все. Ну и все. Я ничего не купила, потому что мне ничего не надо. А вот у меня такая. Вот такая форма мне надо. Все. Спасибо. Итальянцы. Спасибо китайцы. И уходим, девочки и мальчики. Уходим. Это то, что я вам говорила, что итальянцы любят. Вот цветную посуду. А вот, пожалуйста, даже не посудка, а крыжечки какие на банке. На кухне. Любят они такое, да. Югиталии в основном. Спасибо за просмотр. Подарочки на Новый год я пока тут не присмотрела. Только там одну такую штучку, думаю, тоже подумаю. Кому все-таки, думаю, если своим девочкам, верно, лучше им купить масочки. Луиджо. Это будет более такой подарок. Вот, смотрите, это просто я вам показываю идею. Если есть какая-то баночка, вот, пожалуйста, кружево. И вот сделали себе вот такую вот какую-то красотулечку. Приятную глазику. Все. Благодарю всех. До скорых встреч, дорогие мои.